200 миллионов рублей недополучил краевой бюджет в прошлом году. Это налог на прибыль физлиц. У 15 тысяч человек НДФЛ попросту не удержали. Как повысить собираемость налоговой базы? Ответ на этот вопрос сегодня искали краевые депутаты вместе с главами муниципалитета в селе Кочубеевском. Мнение о предложении и конкретные решения выслушала Кира Рогожина. Комитет по бюджету Краевой Думы почти в полном составе в зале главы территории и финансисты. Вопрос в повестке один, как улучшить наполняемость местных бюджетов. В частности, за счет налога на прибыль физлиц от платы за аренду сельхозземель. Формат выездного совещания тоже не случайен. На встречу пришли те, кто непосредственно работает с населением. Сейчас сельскохозяйственные земли Ставрополья находятся в руках 230 тысяч пайщиков. Основные проблемы возникают там, где расчет между арендаторами и собственниками идет товаром. Арендатор может заплатить пайщику зерном, мукой, маслом и другими продуктами. Это очень распространенная практика. Чтобы рассчитать налог с этих материальных выплат, муку и масло нужно перевести в денежный эквивалент. Для этого берется рыночная стоимость продукции. При этом некоторые товаропроизводители лукавят и специально занижают ее, чтобы снизить налог. Другие вообще не удерживают НДФЛ. О, добровольно, Ипатовский район. За 2016 год не удержано более 2 миллионов рублей. КФХ Усенко, Иван Иванович, Ипатовский район. 16 год не удержано 577 тысяч рублей. СХП Меридиан, Андроповский район. Более миллиона рублей. Зеркальный Красногвардейский район. 700 тысяч. Агросервис Красногвардейский район. 900 тысяч. Грибучка Александровский район. 900 тысяч. О, Саблинская Александровский район. 4,5 миллиона рублей. Агрофирма Силова Раширова. Предгорный район. Более 3 миллионов рублей. СХП Новый Октябрь. Минераловодский район. Более 1 миллиона рублей. Я назвала самые крупные суммы, которые не удержали. Всего в прошлом году налога на прибыль не досчитались в край на 200 миллионов рублей. Из них 20 миллионов на совести сельхозпроизводителей. Это практически бюджет небольшого села или новая школа, детский сад, амбулатория. Налог от доходов из лиц – это почти половина всех поступлений в региональный бюджет. При этом 70% сборов остается в краевой казне, 30% уходит в территории. Из-за недостачи и без того мизерные бюджеты серьезно недополучают финансирование. Вместе с тем, как прозвучало, есть положительные примеры, где арендаторы и пайщики смогли договориться. Там в бюджетах брешей нет. В Грачевском районе, например, большая часть сельхозпроизводителей сами платят НДФЛ. Мы им как бы рекомендовали, что это положительный опыт и, естественно, это будет дополнительное поступление в доход. В связи с этим они уже пошли и осознанно на это, и сумели со своими арендодатерами уже найти общий язык. За прошлый год налога на прибыль в краевой бюджет поступило 26 миллиардов рублей. Это почти на 6% больше, чем в 2015-м. В этом году уже собрали около 5 миллиардов. Законодательный механизм по сбору налога есть, и он работает. А чтобы не возникало проблем, уверены парламентарии, нужно просто научиться слышать друг друга. Ну, я считаю, что если арендатор уважает своих собственников земельных поев, которые дали ему право распоряжаться ими, то он должен найти решение обязательно этого вопроса. И снять все остальные вопросы, не кричать о том, что люди от него будут уходить, вот помогите, спасите и так далее, и так далее. Если он решит эти вопросы, в том числе и по НДФЛ, никаких проблем у нас не будет. Комитет подготовил перечень рекомендаций о том, как решить проблему с собираемостью налога на доходы физических лиц. После совещания документ подкорректируют и направят в региональный Минфин, правительство и, конечно, территория. Практику же такого общения планируют развивать. Следующий на очереди – Придгорный район. Кира Рогужина, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение, Кочубеевский район.